Буэнос Диэс, братва. Ядерно-рассветной заряд вашей экрана. Это значит, что у нас финал сезона. Хе-хе-хе. Ух. Я, честно вам, признаться, немножко неловко себя чувствую, потому что мы строили, строили, наконец построили. Напомню, что начинал записывать я еще в 2022. И вот, наконец-то так скажем, сам дождался. Будет очень потно. Я так думаю, что будет очень долго. Поэтому с вас, как всегда, сажайте задницу поудобнее, берите ништячки и поскакали. Поскакали. Нам жопу, но будет весело. Хе-хе. Сегодня в 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации и все органы порядка наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Мадам президент! Здесь можно наотъебись. Потому что абсолютно похеру. ...под именем Маркус пока не обнаружен. Но уверяю вас, его нейтрализуют в самом скором времени. Мадам президент! Правда, что андроиды могут сломать наши IT-системы? Например, атомные станции и военные базы? Все андроиды на особо важных объектах были нейтрализованы. И необходимые меры по защите от подобных рисков немедленно приняты. Ситуация под контролем. Мадам, предправда ли, что ограблены армейские склады? Есть данные о пропаже медицинского груза с радиоактивным изотопом Кобаль? В данный момент я не располагаю такой информацией. Прошу вас! Мадам президент! Многие считают андроидов новой формой разумной жизни. А вы как думаете? Это просто смешно. Провокация, однако. Следующий вопрос. Прошу вас! Ну, блять. А что теперь будет с Киберлайф? Запретят ли андроидов навсегда? Мы тесно сотрудничаем с Киберлайф в деле нейтрализации девиантов. Пока этот вопрос полностью не решен, я не буду больше давать никаких комментариев. Спасибо. На этом все. еще, еще, еще. Так, я так понимаю, что здесь мы играем за Коннора. Коннор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Проезжайте. Хуя, у них ворота прикольные. Мне вот что интересно. Это наш Коннор? Или какой-нибудь еще? Ёп твою мать, ну и елдак. Лахта-центр напоминает, не находите? Тоже такая же елдовина на окраине. Само, сука, здание... Блять, а вот это вот чисто танкинская башня сейчас была. Би-би-би-би-би-би-би-би. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. А, да. Все-таки наш, я так понимаю. Агент 23, опознан. Агент 22, опознан. Спасибо. Так, доступ разрешен. Так, пока вроде чисто. Агент 24, опознан. Угу. Щитки эти напоминают Mass Effect. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Ох ты падла. Так. Этих перебил. Блять, а камеру-то мне отключили, чуваки? У нас мало времени, надо торопиться. Иначе придется помахаться. Двадцать минут. Турбина дует, андроид пиздует. Опачки. Ствол. Дэйс мэй би юсфул. Денис и малыха. Нам не помешает лишний ствол. Идем. Нечего тут делать. Опа. Ебану наблюдано. Не убивайте. Дороги на колени. Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо. Я ничего не сделал. Рот закрой. Многое свечет? Там прямо как грыз. Из-за тех щелей здесь. Мне до утра ждут тортя. Уже ешься отморозят. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну шевелись. Быстро. Внутрь. Опа. Да это же наш старый знакомый. Там Людер. Ему никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя его бросать. Они же его убьют. Нет. Спасаем. Ладно. Пошли. Но тут главное не обосраться. Привет, стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня женат ожидается. У нас... Дерено проверять все гражданские. Хуяк. Нет. 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 Не надо. Страны. Кэра. Не нужно было рисковать из-за меня. Где Алиса? Рядом прячется. Кэра, ты спасла нас. Мы навек тебе обязаны. Бегите, а то заметят. Алиса. Людер. Я думала тебя убили. Я боялся и больше тебя не увижу. Ух. Не провалили. Но по пути поймали. Идем. Мы близко, но времени мало. Ух. Ух. Вы. Идем. Уёбывай, уёбывай. Сразу на синие полоски реагируем, как только он отвернёт гычу. Да отворачивай ты хлебалом, блядь. Блядь, эту кнопку нажал. Успел. Так, схебатор включили успешно. Отлично. Сейчас. Размечтался, блядь, Саныч, да? Сука. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Может в обход, чтобы не рисковать. Так мы точно не успеем на автобус. Да, но так безопасней. На блок. Геморройно. Главное правильно выбирать варианты. Да иди ты, блядь. Не нравится мне люди с оружием. На нервы действует. Успокойся. Ладно, Лютер. Ничего не делай, пока не скажу. Документы. Да, паспорта нам сделали, если что. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идёте? Куда идёте? Автобус. Хочу отвезти дочь в Канаду, пока всё не успокоится. Он заподозрил. Спокойно. Всё хорошо. Сохраняем спокойствие. Ты так маленькая. Она дрожит. Что с ней? Страх. Она не привыкла видеть военных. Немного напугана всем, что творится. Простите, не с нам приходится. Сами понимаете, другом девианты все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Эй, погодите. Он понял, Кэра. Они нас убьют. Ничего не делаем. Не вздумай, ты слышишь? Будут стрелять. Они убьют Алису. Ничего не делаем. Вы вранили. Перчатка упала. Пожалуйста. Ух. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. Так. У нас выбрана мирная демонстрация. Происходит мадам президент. Знакомая локация, да? Вперед, май дьюц. Нервно это всё как-то, братва. Как по мне, так надо пиздовать на всех парах, а они идут тихо миром не шурша. Вот и он. Момент истины. фотографируют а ты глянь блять мы не хотим столкновений это мирная демонстрация пути назад уже нет мы просим освободить всех андроидов из лагерей и прекратить агрессию против нас мы хотим мира мы не будем прибегать к насилию но мы не уйдем пока вы не отпустите всех да что ты делать то будешь а откройте огонь по безоружным демонстрантам не стрелять опачки а вот это интересно да майкл события прямо в эту минуту разворачиваются буквально в сотни метров от нас мы продолжим держать вас в курсе происходящего джоз дуглас канал 16 майкл у меня все маркус что нам делать держаться столько сколько сможем так а вот уперед придется попиздиться потому что мы не отрубили камеру блять чисто а вот пистолет мне пригодится ну что работаем братья полегче ты манекен сраный отступи коннор и он будет жить прости коннор этот говнюк твоя копия а вот это уже интересно автовокзал мы дошли мы успели у нас нет билетов нас не пустят мы тут застряли что теперь делать одна эти билет маркус карточка аливера дочка ваша да очень милая но все бутер я купил маме позвонил побежали скорее на автобус билеты у тебя да милые у меня но пошли проверка хоп выпали и вот тут что получить хорошую концовку дизморалимся и не возвращаем спасибо стоп проверка прости господи милый прости меня я не знаю как непостижимо я умудрилась как это потерялись ты хорошо посмотрел они в рюкзаке были наверно выпали чёрт простите вы вы не находили тут такой синий конверт в нем были наши билеты ну ладно нет ездим что же нам делать куда теперь бежать нельзя тут оставаться с оливером идем прости меня милый я не знаю как мы шли билеты есть да вот они все проходите но это что это а и и а и и и и и и и и и Лютый, погнали По сволочному Что будет с теми людьми и с малышом? Они погибнуты за нас? Нет Нет, конечно нет Опять слезогонка Чуете, да? Все, эти уехали Но это еще не конец, кстати Строим баррикады Блять, ну точно Ленин Ты на него ля, что называется Ну прямо-таки Дедушка Ленин на Баневичке Надо закончить баррикаду Помогите мне Помогите Дридстыз, оттолкали Так будет достаточно Это их не остановит Хоть бы время выиграть Знаю, это решение было нелегко принять Но мы поступаем правильно Красавчик Дридстыз, оттолкали 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 Маркус, мы нашли, что ты просил. Там собрались журналисты. Пускай они узнают, что происходит. Рисуем. Общественное мнение все еще лезет вверх. Лозунг нарисовали. Базарец Норт. Надолго их это не задержит. Но лучше, чем ничего. Занимают позицию. Если атакуют, никто из нас не выживет. Верно ли я сделал выбор? Можно ли этого было избежать? Ты наша надежда. Я тебе верю. Мы все тебе верим. Что бы сейчас ни случилось, мы войдем в историю. Продолжение следует. не пусть лучше полежит эта игрушка огоньку откуда них дрова причем обгоревшие маркус маркус посмотри о гнида я пришел поговорить с тобой выходе даю слово мы тебя не тронем не ходи эта ловушка тебя просто пытаются выманить не ходи маркус я пришел без оружия я хочу поговорить мне больше нечего сказать отпустите наших поговорим я хочу начать переговоры как ты хотел я уже дал свой ответ вот и как значит ну как-то так люди готовятся начать атаку но мы покажем им что не боимся а если придется умереть то это все равно свобода жизнь друга в твоих руках пришло время решить что важнее он или революция не слушай его это сволочь врет как дышит простите хэнк не стоило вам вмешиваться да забудь про меня делай что должен я был таким же как ты значение имела только задача но однажды я понял это очень трогательно это очень трогательное но я не девиант я машина которая выполняет задачу именно это я и намерен сделать хватит слов решай кто ты есть на деле ты спасешь своего напарника или готов пожертвовать им ладно ладно сдаюсь блять кнопку пропустил блять мимо хуя спасибо хэнк и чтобы я без вас делал уберите его у нас мало времени это я хэнк я настоящий один из вас мой напарник а второй лживый говнюк вопрос кто есть кто что вы делаете хэнк я настоящий дайте мне пушку я с ним разберусь стоять спросите что нибудь что знает только настоящий конор а так где мы встретились в баре джимми до этого я успел поискать вас в четырех других мы поехали на место преступления был убит некий карлос артиз он скопировал мою память как зовут моего пса сумо его зовут сумо я это знал я имя моего сына коул его звали коул когда вы попали в аварию ему было шесть это была не ваша вина фура заскользила на льду и ваша машина перевернулась коулу нужна была срочная операция но дежурного хирурга не было и операцию делал андроид коул не выжил за это вы нас ненавидите настоящий один из нас виновен в его смерти коул умер потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать это он виноват в смерти моего сына он и этот грёбанный мир в котором люди глушат свои печали порошком я тоже знал о вашем сыне и я бы ответил абсолютно то же самое не слушайте его я настоящее бум страйк я много узнал за время работы с тобой в этом правда что то есть может вы правда живы этот мир и спасете ну иди и делай что должен блядь как это конором делать неудобно а очнись 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 Лукас тех, кто шарит. Простите, что происходит? Граница. Всем выйти из автобуса для досмотра. Пожалуйста, поскорей. Сюда, будьте добры. Промуза тройка строго запрещен. Если вы подозреваете, что следующий сажер подряды, сообщите нам. Паспорт. Замеряю температуру. Мы пропали. Кэра, что теперь будет? Не бойся, все хорошо. Нам никак не пройти. Сама понимаешь. Я что-нибудь придумаю. Должен же быть выход. Нельзя сейчас им сдаться. Мы ведь уже так близко. Сейчас самое главное только вы с Алисой. Я могу вас спасти. Нет. Должен быть другой способ. Если другого нет, я готов. Ну, мы идем, нет? Джерри. Ты рисковала жизнью ради нас. Если тебе и девочке нужна помощь, я рядом. Следующий. Роуз? Следующий. Паспорт. Подожди нас. Мы быстро. Дамочка, вы далеко? Моей дочке надо в туалет. Моей дочке надо в туалет. Нет, нет, погодите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, опять слезогонка, да сколько ж можно, а? Вся игра одна сплошная слезогонка и катсцена. Роуз, господи, как я рада, что вы живы. Мы видели и Иерихон в новостях. Я так испугалась. Думала, вы погибли. Как же я рада. Они ищут андроидов. Мы не пройдем. Вы должны. Ты знаешь, что будет, если поймают. Вы что, уезжаете? Они собирают по домам всех андроидов. Мы бежали, пока нас никто не сдал. А как же остальные? Их переправляют по реке. Мы с Адамом встретим их на том берегу. Вы дали мне адрес брата. Могу ли я... Конечно. Он будет вам очень рад, и мы приедем. У него безопасно. А что с Маркусом? Он начал мирную демонстрацию возле одного из лагерей. Что бы там ни случилось, он перевернет историю. Роуз. А если что-то случится, я ее заберу. Да чего же сцена слезогонная, а? Так, теперь у меня не остается вариантов, кроме как покинуть сральник. Я долго не понимал, почему мать со всеми вами возится. Но послушал этого Маркуса, и до меня наконец дошло. Вы живые. Вы должны быть свободны. Пока они трещат, я по хорьям покурить успею. Лишь бы теперь все это поняли. Где там наш лютый? Принять решение. Никем не жертвуем. Никем. Если у Маркуса все хорошо, то мы спокойно пройдем. Паспорт? Паспорт? Прошу. Прошу. Мы хотим на свободу. Добро пожаловать. Первого закрыли. Паспорт? Прошу. Так, первый пошел, все. Так, Маркусу просто глушануло. Здесь надо, главное, вовремя давить кнопки, чтобы не сдохнуть. Так, 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 несем. Так, этот, этот готов, порядок. Да, на. Прикрыли. Прикрыли. Пинок. Тащим, 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 тащим. Угу, порядок, ништяк. Держи. А, по морде. Ух, проскочили. И вот здесь надо будет принять решение. Если все прошло хорошо, то либо запеть, либо поцеловать. Я выбрал второй вариант. Так как-то даже миленько, что ли. Прикажите бойцам отступить. Хм, да ладно, сработало. Сегодня, 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли со складов Киберлайф, которая, вероятно, проникла группа девиантов. В связи с их превосходящим числом и риском больших человеческих жертв, мы приказали армии... О, чертова политикана. Сейчас в городе начинается полная эвакуация населения. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату по поводу мер в этой беспрецедентной ситуации. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись с сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете. Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Храни нас, Бог. И храни, Бог, Соединенные Штаты Америки. На небе Бога, на земле Россия. Вы сделали это, чуваки. Ты смог, Маркус. И ты смог, Конор. У Нор до сих пор рука деактивирована. А вот уже нет. Ляпчик. Мы свободны. Ты должен выступить, Маркус. Сегодня для нас, наконец, закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Саду? Что? Экскюзми, what the fuck? Почему так холодно? Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. А-Аманда! Должен быть способ. Что, блядь? Кстати. Я всегда останавливаю свои программы в лазейке. Нас они слышат. Так, я точно туда вращаю педали. Ну да, другого выхода у меня нет. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые. И что мы народ. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Мы должны построить общее будущее, основываясь на уважении. Мы живые! И теперь мы свободны! Криповатая немножко эта толпень выглядит, кстати. происходит без искусства. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Господи, как же долго, а? Но кто будет спорить, что это, по крайней мере, мило? О, наконец-то титры. Ну, ешкин кот. Да, это было жарко, честно вам скажу. Ну, как бы так сказать-то попроще. Я на данный момент, а сегодня у нас 26 февраля 24-го, я даже не знаю, что будет в 11-м сезоне, поэтому без спойлеров. Просто я не знаю. Я буду спрашивать. Как говорится, ну, следите за руками, говорить бессмысленно, потому что эпизод выйдет в апреле. Не знаю, 16-е сегодня или какое там. По-моему, 12-е апреля должно выйти. Так вот. Будем пилить. Больше будем пилить. Еще круче будем пилить. Еще интереснее. На данный момент это, как говорится, все, что я могу сказать. Что касается моих личных впечатлений, ну, по первости, да, было немножко вот непонятно, что вообще происходит, как это все подтягивается. Потом начали появляться какие-то причинно-следственные связи, то есть кто, как, что, где. Вот как раз мы сейчас смотрим нарезки. А под конец банкета это уже стало больше похоже, ну, вот реально, пусть и не на дешевую, но на мелодраму. Я, честно вам говорю, я затрудняюсь дать объективно оценку, но, как говорится, оценки на то и оценки, чтобы быть полной субъективщиной. Поэтому предположу 8 из 10. Почему не десятка? Ну, во-первых, я не фанат жанра. Как бы, да, это было прикольно, это было красиво, да, я люблю пробовать что-то новое. Но, с другой стороны, когда оно изначально тебе, так скажем, с некоторой долей, не так немножко заходит, как должно бы. Ну, если так подумать. Да, все, что я сейчас говорю, это полная импровизация, текста у меня перед носом нет, поэтому как-то так, тут немножко тяжелее. Когда комментируешь события, это одно. А когда пытаешься накидывать какую-то отсебятину, чисто глядя на титры, это другое. А то даже и не глядя, просто пялись в стену. Опять же, вот эти вот личностные взаимоотношения, там тонкие какие-то ниточки и так далее. Ну, опять же, гнида по кличке Перкинс, мудила по кличке Лео и так далее. Ну, мудила, конечно, пролечился, а вот Перкинс неисправим. Ах, факи наимался. Ну и что касается, как говорится... Ты глянь, прям как в Марвел. Сцена после титров. Я даже сбился с мысли. Ёпт, твою мать, кто пришёл. Да я тебя обниму, братан. Вторая такая сцена с братаном. За всю игру. Причём, не каждый её увидит. Если бы я сейчас смог пропустить титры, я бы тоже хуй чего увидел. Но это уже, собственно, полноценные титры. Ну, насколько понимаю, по титрам работали над ней в основном лягушатники. Так вот, на чём я остановился. И вот эти вот все тонкости. Межличинские заморозки и так далее. Как будто читаешь книгу. Куантик Дрим — это вот их фирменный почерк. Ты не играешь в игру, ты смотришь фильм, читаешь книгу, что угодно, но ты не играешь. Да, там какие-то вот принятые решения влияют на концовки, на всё вот это. Это вот даже, честно говоря, биотварь у меня немножко веет. Но не в том виде, в котором мы привыкли даже взять тот же масс-эффект. Да. Как по мне, вот это вот реально нелинейность. То есть, когда там, допустим, если ты играешь за отступника, можно легко проебать побочный квест или послать нахуй ценного союзника. А здесь такого нет. Здесь, как говорится, если проебались, то все трое. Вот, допустим, если бы я выбрал агрессивную демонстрацию, хер бы я за коро получил хорошую концовку. Мне надо было пожертвовать либо Джерри, либо Лютером, чтобы Алиса и Кара смогли пройти. А здесь вот, ёпсо, получилось. И, опять же, вот эти вот хорошие концовки, они, сука, нелогичные. Вот вспомните, Маш Свободы, ты стоишь, как ёбаная овечка. Раз отстреляли, два отстреляли. Херня, согласитесь. Какая-то прям странная херня. Но в том же и дело, что она работает именно так. То есть, какие-то не очень логичные действия, ну или наоборот, слишком логичные, когда надо просто не выходить на крышу в башню Стрессфорд. Именно это игра за Коннора. В эпизоде «Вне закона». Чтобы Сайнс, у Сайнса, всё, и эталоны оформулившиеся. Саймона не нашли, и, соответственно, он припиздил на Ерехон, живенький. Ну, как-то так. То есть, немножко вот эта вот спутанная логика. Когда вроде действие приводит к одному, но, на самом деле, оно приводит абсолютно к другому. Те же билеты. То есть, вроде, казалось бы, ты просто дрянь и сволочь, ты спиздил билеты у семьи с маленьким ребёнком. Гореть тебе в аду и тряхуя тебе в сраку. Но нет же. Это ведёт к хорошей концовке. Потому что более безгеморройным методом её просто не получить. Если через речку без билетов... Кого вы смешите, господа? Собственно, вот из-за этих логических нестыковок и восьмёрка. Да, как говорится, графика, звук, всё на уровне. Но единственное, что рожи иногда такие вот туповатые. Особенно вот, не знаю, может, мне так показалось. Может, кому-то из вас тоже так же покажется, когда смотришь на рожу Коннора в самом последней сцене. Когда он стоит вот немножко с тупым вот таким вот взглядом. Я не знаю, на Мискаст это не похоже. Аксёру подобран очень хорошо. Даже русская озвучка тут тоже не подкачала, признаюсь честно. Хотя можно было бы поиграться. Но вот именно вот голос Коннора, это и есть голос Коннора. Да, тут круто. Но вот эти вот туповатые лица в некоторых моментах или какие-то технические ляпы, как та рука. Несколько минут назад. Когда вроде смотришь, у Норд рука без кожи, потом хуяк, кадр меняется, и она с кожей. Хотя бы сделаешь, чтобы она так затекает и так далее. Как они обычно это деактивирует кожу. Но нет же. Ебучие пироги. Вот как так-то? Вот эти вот мелочи жизни. Да, вроде бы кто-то их не обнаружит. Да, там ебать копать. Всё это. Я в Третьяковке донулгаш, пиздец портрет, ебать пейзаж. А тут появился кто-то глазастый вроде меня. Нет, я, конечно, не претендую на лавры там какого-то разъебатора, там бедкомидин от мира игры и так далее. Нахуй оно мне надо? Но впечатление немножко меняется. Если бы я этого не замечал, будучи слепошарой скотиной, или ещё что-нибудь в этом духе, да, я бы вообще просто положил на это всё с прибором, и вон лошадка, вон любится. Всё просто. Ну, с другой стороны, честно скажу, уже и обсасывать эти все косяки мелкие нет желания. Вот никакого. Там, как говорится, косячное управление. Ну, косячное. Понятно, что оно перенесено с геймпада кое-как. Да и геймпад у меня, в принципе-то, и есть. Только такой, что прямо вот в точности, допустим, пробовал в Eurotrack симулятор, рулись немножко не то. Как говорится, у стиков большая мёртвая зона, и охуеть какая чувствительность. Понятно, что управление перенесено с геймпада на клавиатуру. Ну, по крайней мере, с жестомышкой. Ну, тут надо придрочиться, не спорю. Но всё равно какие-то моменты, вот, допустим, в серии «Последний шанс» Конер, когда внезапно обнаружилось, что клавиатура гостит. Вот такая вот хероборище. Ну, нам, наконец-то, показали схему. А, последнее задание Конора. Точно, Конор же у нас стал девиантом, поэтому эта схема для нас была закрыта. Вот, Конор в башне. А вот здесь мы камеру проебали. Значит, мы должны были выйти куда-то сюда. А, нет, вот сюда получается. Ну, тут понятно, что надо как бы подальше куда-то спуститься. Вот когда мы его пьяного откачиваем, не помню эпизод, честно. Когда мы его пьяного откачиваем. Надо покопаться. Насчёт и фотку сына осмотреть обязательно. Иначе здесь Конору пиздец. Хэнкова пристрелит без зазрения совести. Так, ну-ка, расъебалась из Детройта. Вот, в перепутье мы его спасли. Опять же, открытие. Камешек. Джерри съебались. Лютер присоединился. Досмотр. Доки. Ниссы, братан. Вокзал. Алиса встречает женщину с ребёнком. Спиздить билеты. Потому что вот здесь, если мы не пиздим билеты, нам писяц. Никем не жертвовать. Охранник видит мирный протест Маркуса и пропускает нас. Я с вами вижу, что протест агрессивный, нам пизда. В принципе, единственное, что могу уже спойлернуть, так скажем, с высоты того, что мы только что прошли, в этом эпизоде можно напороться на Тодда. Тодд, насколько помню, у нас остался жив, но мы как-то пропустили его мимо ушек. Хуй знает, как у меня это получилось, потому что по всем канонам он должен был вылезти. Если я не прав, поправьте в комментариях, окей? Так, ну, Кэру не схватили. Революции не произошло. Демонстрация. Скинуть кулак. Андроиды не сдали позиций. Защитить баррикаду. Прибыл Перкинс. Переговоры не вступаем. Оборона. Поцеловать норт, либо запеть. Ну, вот, собственно, здесь, скорее всего, был вариант запеть, а здесь все остальные. Андроиды обрели свободу, ну, хотя бы на время. Я, я должна вам признаться. Я следила за игрой, и что-то во мне изменилось. Я теперь другая, как будто, как будто я живая. Ничего не напоминает, а? Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. Это значит, что мы больше не увидимся. Я не буду встречать вас здесь. Но буду свободна. Вы готовы отпустить меня? Да пиздуй, конечно. Я буду вечно вам благодарна. Спасибо. Да эти-ка... Не, не полезу, в жопу все. Просто вот... I am alive. And alone. Ну, поняли, откуда отсылочка, да? Ну, как говорится, раз она ушла, то пора уходить и мне. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда. Лукас. Подписка. И до скорого. Адьес, братва. Увидимся на этот раз в следующем сезоне. Одиннадцатом по счету. Бывайте. Субтитры сделал DimaTorzok